Приветствую все пытливые умы, которые вновь собрались для того, чтобы посмотреть новый урок по программе Fusion, где мы разбираем основы нодового видеоредактора Fusion 9 версии, говорим о том, как использовать его для разного рода проектов, связанного с эффектами, анимацией и тому подобными задачами. Итак, сегодня у нас с вами урок номер 3 по счету и в этом уроке мы поговорим с вами о следующих вещах. В первую очередь мы скажем о том небольшом моменте, который я, к сожалению, забыл рассказать в прошлый раз. Это о панели инструментов, а в частности о настройке панели инструментов вот этой вот области. Далее мы поговорим сегодня более детально о нашем проекте. Посмотрим настройки нашего проекта и глобальные настройки программы Fusion, основные из них разберем. Мы также затронем с вами создание новых проектов, открытие проектов. Мы посмотрим, что из себя представляет файл проекта, какие данные в него записываются. И, соответственно, поймем, что сохраняется в файл проекта, а что не сохраняется. То есть разберем структуру нашего проекта. А также большую часть сегодняшнего урока мы поговорим с вами о узлах или о нодах, которые фактически являются инструментами Fusion. Мы посмотрим, что такое эти узлы, какие типы есть этих узлов, как мы можем создавать эти узлы разными способами и как взаимодействовать между этими узлами, как они между собой выстраиваются в определенные связи, как будет строиться наш нетворк. Вот обо всем этом мы поговорим в сегодняшнем уроке. Поэтому предлагаю начать. Итак, вначале поговорим о панели инструментов. В прошлый раз я забыл это сделать, когда говорил об интерфейсе, но это тоже момент, на который стоит обратить внимание. Поэтому давайте начнем. Итак, наша панель инструментов находится под главным меню и до того, как начинаются области наших фьюеров, она содержит ряд инструментов. Мы говорили в прошлый раз о ней, она позволяет менять интерфейс или же содержит команды создания узлов определенные, которые разработчики вынесли по умолчанию. Так вот, эти панели можно перестраивать, если нужно. Для этого нам нужно на панели, на ее свободном пространстве, щелкнуть правой кнопочкой мышки. В результате у нас появляется вот такое вот меню, Customize Toolbars, окошко, в котором мы можем менять наши панели. И в данном случае мы переходим в режим редактирования этой панели. Пока это окно открыто, инструменты доступны для редактирования. У нас есть две наши панели. Наша панель состоит из двух панелей. Это View Bar, вот тут галочка стоит. Если снять ее, видно, что вот эти панельки, связанные с расположением окон, уходят, пропадают. И также Command Tools, часто используемые инструменты. Если я включаю и отключаю, то меняются они. Я вам не советую менять одну из этих панелей, потому что восстановить их потом не получается. Нужно только переустанавливать программу Fusion, чтобы файлы конфигурации обновились. Ну, по крайней мере, такая информация у меня на данный момент. Узнаю другие способы, расскажу в будущих уроках. Пока же, соответственно, их не знаю, поэтому рекомендую не удалять эти панели. Если вы хотите создавать свои панели, или вам не нужны те панели, которые сейчас есть, просто отключите их видимость, но не меняйте их. У вас есть возможность создавать свои панели кнопочкой New. Если вы нажимаете на New, появляется новая панель. Вы можете дать ей имя. И, соответственно, вот ее разделитель. Сюда теперь вы можете добавлять инструменты. Центральная часть этого окна содержит две опции Actions и Tools, где как раз и находятся под категорией инструментов, которые вы сюда можете на эту панель выносить. Категория Action содержит инструменты, которые частично представлены в главном меню, а частично соответствуют разным командам и опциям, которые есть в программе. Поэтому, открыв здесь нужную подкатегорию, вы можете с этой стороны, с крайней правой стороны, найти нужный инструмент. Но я думаю, что вам больше интересно будет категория не Action, а все-таки Tools, инструменты. Она соответствует категории в главном меню Tools, вот этих инструментов. И это фактически есть наши узлы или ноды, которые мы можем создавать. Выбрав любую из подкатегорий, например, категорию Blur, вы увидите состав ее инструментов. Если, кстати, зайти в Tools Blur, то вы увидите здесь те же самые инструменты. Blur, Defocus, Directional Blur. Вот здесь они все в таком же порядке и представлены. Вы можете щелкать по левой кнопочке мышки и, не отпуская, перетаскивать их на нашу панель. Как я уже говорил, их можно перетаскивать на любую из этих панелей, но не рекомендую вам это делать. Используйте свою новосозданную панель. Вот, например, один из них, вот второй. Дальше я в другую категорию зайду 3D-инструментов. Создам здесь другой инструмент. Например, здесь еще инструмент. Дальше в категорию, например, там Input Output. Создам еще один инструмент. И таким образом я могу сколько угодно много инструментов создавать на моей панели. Если вдруг инструмент, мне нужно поменять его положение, я могу это сделать, щелкнув по нему и не отпуская, переместив его, не отпуская левую кнопку мышки, переместить его в нужное положение на панели. Если вдруг инструмент не нужен, вы можете щекнуть по нему и спустить его чуть-чуть вниз. В этом случае он удаляется. Под панель. Отпустили, инструмент удаляется. Таким образом вы можете менять и модифицировать панель инструментов, а точнее лучше свою панель инструментов под нужные, под ваши нужды. В результате Fusion со временем может перестраиваться и иметь панели с теми инструментами, которые вы часто используете для того, чтобы быстро их создавать. Это один из способов. Здесь есть также кнопка удаления тех панелей, которые есть, но будьте внимательны. Удалить вы можете и стандартные панели, а восстановить после уже не сможете. Поэтому, соответственно, будьте с этим аккуратны. Есть команда AddAll, которая добавляет все инструменты в данной подкатегории. И кнопочка OK, которая применяет результат. Как только вы нажмете на OK, вы отключаете режим редактирования, и уже инструменты не перемещаются, не удаляются, а только лишь будут создавать узлы в вашем рабочем пространстве, если вы щелкнете по ней левой кнопкой мышки. Ну и сейчас давайте все вернем к первозданному виду. Я просто выделю мою панель, и кнопочкой Delete ее уберу. Программа переспросит, хочу ли это сделать. Я нажимаю Да, подтверждая это, и OK. Таким образом я возвращаюсь к стандартному расположению программы Fusion. Вот такая вот короткая информация, но тем не менее, тоже, я думаю, важно, потому что, возможно, со временем вы будете менять панель инструментов под себя, и поэтому хорошо понимать, как это можно сделать. Отлично. Мы разобрали этот момент, поэтому давайте перейдем к моменту следующему. Второе. Мы начнем разговор с вами о проектах. В частности, начнем мы его с настроек нашей программы Fusion и настроек нашего конкретного проекта. Итак, в программе Fusion попасть в настройки вы можете через главное меню File, найдя здесь категорию Preferences. Настройки. Файл Preferences даст вам доступ к настройкам программы Fusion. Щелкнув по этой команде, у вас откроется окно. Это окно будет иметь такой вид. С левой стороны будут несколько опций, а с правой стороны настройки выбранной опции. Здесь есть две большие категории. Первая категория, которая присутствует всегда, носит название Global and Default Settings. Здесь находятся глобальные или настройки программы по умолчанию. А дальше, в зависимости от того, сколько у вас открыто проектов, будут названия каждого из проектов. В моем случае у меня открыт один проект по умолчанию, который имеет имя Composition 1. Звездочка говорит о том, что он еще не сохранен. Если я посмотрю вот сюда, над областью моего вьювера, над закладочкой, у меня, соответственно, здесь будет то же самое прописано название. Composition 1, то есть это мой текущий проект. То есть я могу менять настройки как глобально программы, так и настройки конкретного проекта. Если у вас открыто 2-3 проекта, соответственно, здесь будут имена всех этих проектов. Ну, начнем мы с вами разговор именно с глобальных настроек, потому что в них находятся нужные нам опции, а после того, как мы разберем их, нам проще будет понять настройки каждого проекта, потому что они фактически частично отображают настройки глобальные. Отражают, частично отражают глобальные настройки. Итак, Global and Default Settings. Здесь у нас присутствует целая группа подкатегорий. Выбирая каждую из подкатегорий, как видите, с правой стороны у нас появляются настройки этой подкатегории, и вы можете с ними работать. Если вдруг вы попадаете в ту под настройку, которая в версии бесплатной не активна, вы увидите вот такое вот окно предупреждения, где написано, что эта опция, в частности, опция настройки работы с сетью программы Fusion, в бесплатной версии не доступна, только в версии Fusion Studio. Поэтому нажимаем ОК, и можем, соответственно, эти настройки проигнорировать и идти дальше. Итак, давайте пройдемся по основным настройкам, которые нам будут нужны. Не всем, потому что все нам не нужны, а вот по некоторым, на которые стоит обратить внимание. Итак, первая группа настроек категория 3D View. Здесь настройки, касающиеся наших 3D видов. В частности, здесь, например, вот верхняя часть подкатегория Grid, настройки сетки. Хотим мы видеть оси, показывающие направление сетки. Какая должна быть ширина линий этой сетки в пикселях и тому подобные значения и вещи. Информация относительно перспективного 3D вида. Near Plane и Far Plane – это две опции, касающиеся обрезки камеры. То есть, как близко и далеко камера может отъезжать от ваших объектов, объектов сцены, и, соответственно, при этом не обрезать вида. Поэтому, если вдруг происходит обрезка, эти опции можно корректировать. Но, если мы с таким столкнемся, мы обязательно об этих вещах поговорим. Также, Angle of View – это угол обзора нашей перспективной камеры. Я не скажу, что эти настройки обязательно нужно менять, я вам даже больше скажу. Я эти настройки практически никогда не менял, кроме всего лишь пару вещей. Поэтому, по умолчанию эти вещи, эти настройки прекрасно работают. В категории Defaults, группа настроек по умолчанию, я бы остановился на двух вещах. Первая – это Global Range, это глобальный диапазон. То есть, тут мы задаем с вами длительность в кадрах нашего проекта. По умолчанию, с нулевого кадра начинается отсчет до тысячного кадра. То есть, наш таймлайн по умолчанию от нуля до тысячи. В моем случае, я уже его перестроил, он стоит всего лишь 500 кадров. Но, по умолчанию, все новосозданные проекты имеют такой диапазон. Также, наш Time Ruler, наша временная шкала, она отображает у нас кадры. Если же мы хотим видеть время, мы можем в категории Time Code поставить галочку возле параметра Show Time Code. В этом случае, у нас наша шкала анимации, после сохранения нажатия на кнопки Save, будет отображаться в виде секунд и миллисекунд, а не в виде кадров. Но, лично мне удобнее работать в формате кадров, я как-то так привык, поэтому я эту опцию использовать не буду. А если вам это удобно, то, пожалуйста, вы можете, соответственно, это устанавливать. Давайте выключим сейчас эту галочку, она мне не нужна. Группа настроек Flow, поток. Здесь мы как раз можем делать настройки, которые касаются вот этой нашей области, Network View нашего. Той области, где мы выстраиваем взаимосвязь наших узлов. Те опции, которые тут задаются, мы в будущем можем настраивать и в самом Network View, щелкнув по нему правой кнопочкой мышки, вот здесь они отображаются. Поэтому постепенно, по мере разбора, мы будем их разбирать, и вы сможете их найти и здесь, и какие-то из них вам понравятся, и вы хотите, чтобы они были опциями по умолчанию включенными, или наоборот, отключенными, здесь это можно сделать. Вот очень важная группа настроек Frame Formats. Это настройки нашего проекта. Имеется в виду размер нашего проекта с точки зрения холста нашего проекта. Смотрите, здесь наверху есть заготовки, и тут мы можем выбрать, какое у нас будет разрешение для нашего проекта по умолчанию. По умолчанию Fusion использует Full High Definition проект 1920 точек на 1080 точек. Именно это разрешение и стоит. Если же в вашем случае эти проекты слишком большие, вам, например, приходится работать с проектами меньше, вы можете в этом выпадающем меню выбрать нужную вам пресет нужной проекта. Например, если Full High Definition тяжело на вашем компьютере обрабатывается, вы можете выбрать половину Full High Definition. Размер кадра будет 1280 на 720 пикселей. Выбрать тогда эти значения установятся везде здесь в полях. Если вы сохраните, то теперь все новые проекты, которые вы будете создавать, будут иметь такое разрешение. Но в будущем в настройках проекта каждого конкретного, если нужно, вы сможете их изменить. То есть это настройка по умолчанию. Я же оставлю именно этот формат. Если вам нужно больше, пожалуйста, выбирайте больше. Но напомню вам, что у нас Ultra High Definition 2160 пикселей. Это максимальный размер холста, который может делать Fusion в бесплатной версии. Об этом мы говорили в самом первом уроке. После того, как вы выбрали просет, внизу есть заготовки. Вы можете их менять под ваши нужды, если необходимо. То есть размер, ширина картинки в кадрах, высота. Частота кадров, фреймрейт, 30 кадров в секунду. Если нужно меньше, 25 или 24, или 60, больше, или 50, вы здесь можете это число задать. Вручную вписавили, используя вот эти бегунки. Все очень просто. Внизу опции относительно соотношения кадров, и прочие другие параметры. Если нужно, вы их можете задавать. Если есть поля у вашего проекта, поля имеются в виду чересрочная развертка, то, соответственно, здесь можно поставить соответствующую галочку. Отлично. Вот это настройки нашего проекта, которые применяются по умолчанию. И задав их, мы можем получать тот или иной результат. Если вы хотите, кстати, сохранить свой пресет, можно это сделать, используя кнопочку New. Когда есть окошко, вы можете задать имя вашего нового пресета и задать его в произвольных значениях, как нужно вам. Тогда в этом списке он появится, и вы сможете пользоваться этой заготовкой для ваших нужд. Внизу здесь есть еще один важный параметр Color Depth. Это глубина цвета. Ваш проект может использовать разную глубину цвета. По умолчанию стоит интегер, целочисельное 8-битное значение. Так как наше изображение использует 4 канала, 3 канала для хранения цвета. Это канал красного, зеленого и синего RGB. И четвертый канал, это канал с информацией о альфа. Альфа-канал, то есть информация о прозрачности наших пикселей. На каждый канал отводится в данном случае по 8 бит памяти, то есть всего 32 бита памяти используют для хранения данных о цвете. Это дает возможность работать с цветом нормально, но если вам нужны большие диапазоны, вы можете выбирать здесь большие числа. Например, 16-бит интегер или 16-бит фло, то есть плавающая точка. В данном случае объем памяти увеличивается. Это ведет, кстати, как к тому, что увеличивается потребление оперативной памяти, но с другой стороны дает определенные преимущества. Они заключаются в том, что теперь многие инструменты, особенно которые создают что-то или же делают корректировку цветовую, смогут работать с большим диапазоном цветов. То есть, например, тот же самый инструмент цветовой коррекции сможет более плавно теперь менять цвета, если, например, битность увеличена там до 16-бит фло вместо 8-бит интегер. Но об этом более подробно в конкретных уроках, где мы будем затрагивать эти аспекты, я расскажу и покажу. Пока же, в принципе, нам достаточно будет 8-битных интегер значений для сохранения канала, то, что стоит по умолчанию. И, в принципе, этого нам с головой хватит. Хорошо. Остальная группа настроек, в принципе, не так важна. Единственное, я бы остановился еще всего лишь на парочке из них. Первое, я бы сказал, опыт категории Memory. Здесь очень важная находится опция, вот этот вот бегунок наверху, Caching Limits. Тут мы можем задавать, сколько, а какой объем оперативной памяти в процентах от 0 до 100% будет использоваться в Fusion для того, чтобы сохранять так называемые кэш-данные. Все инструменты, которые работают во Fusion, они со временем кешируют результат, то есть запоминают результат своих промежуточных действий. Это дает возможность в будущем, если узлу не нужно менять значения, использовать то, что уже отложено, как говорится, в кэше. Вот те данные, которые уже хранятся в кэше. Это ускоряет работу во Fusion. Но иногда, соответственно, этот кэш очень оперативно может разрастаться и занимать очень много физической памяти. Поэтому тут вы можете ограничить его в пространстве. По умолчанию стоит 75%. То есть от общего количества оперативной памяти 75% будет потребляться для того, чтобы работала программа, могла сохранять свои кэш-данные. Поэтому, соответственно, вот этой опцией мы можем пользоваться. Ее можно уменьшать, увеличивать, зависит от того, сколько у вас оперативной памяти. Но значение 75% в принципе является универсальным. Чуть ниже есть еще одна полезная опция OpenCL. Она больше полезна с точки зрения информации. Здесь в категории «Статус» вы можете увидеть информацию по вашей видеокарте, ее память, а также версию OpenCL, которую она использует. OpenCL очень важная библиотека. Она нужна для того, чтобы Fusion корректно работал с 3D пространствами, 3D инструментами. Потому что многие инструменты Fusion используют его. Поэтому тут вы можете проверить, определилась некорректно ваша видеокарта и поддерживает ли она последнюю версию OpenCL. Это версия 1.2. Еще наверху есть группа настроек, которые в принципе по умолчанию тоже хорошо стоят. и дают возможность максимально эффективно задействовать ваш GPU, графический процессор, для того, чтобы обрабатывать данные, кешировать данные, а также обрабатывать многие инструменты и узлы. Поэтому в принципе тут можно пока с точки зрения информации заходить и убеждаться, что ваша карта подхватилась и работает корректно. Если ее здесь нет, то возможно, когда вы начнете работать с 3D, начнутся проблемы с обработкой графики. Потому что девятая версия Fusion активно использует графический процессор и ускорение. Ну и последняя группа настроек это PathMap, на которую я также бы обратил внимание. Здесь настроечки касательно того, как Fusion использует некоторые данные. Здесь, скажем так, прописаны пути, конфигурационные пути, где Fusion может использовать разные данные для своей работы. Например, Fonts, где ему искать системные шрифты, или допустим, прочие другие инструменты. В принципе, пользователям операционной системы Windows здесь ничего менять не нужно. Так как я, например, использую операционную систему Linux, то у Linux шрифты для конкретного пользователя сохраняются немножко в другую директорию. Нет такого понятия, как системная директория, хотя тоже можно ее использовать. Но по умолчанию шрифты устанавливаются именно в директорию определенного пользователя. И Fusion их не видит. Поэтому мне, например, в категории Fonts пришлось дописывать вот здесь свой путь к системной папке шрифтов и к папке шрифтов локального пользователя, для того, чтобы Fusion их видел и мог с ними работать. Также, например, я задал свой в категории User, есть возможность с помощью кнопочки New создавать свои просеты путей. Я, например, здесь под Linux использую библиотеку FFmpeg. Это очень мощная библиотека для кодирования и декодирования видео и аудио. И поэтому, благодаря интеграции этой библиотеки во Fusion, у меня есть возможность читать определенные форматы, которые под Linux Fusion по умолчанию читать не может. Но, опять-таки, в операционной системе Windows, когда я использовал Fusion, я с такой проблемой не сталкивался. То есть, это особенность больше, наверное, моей операционной системы, в частности, Linux. Вот таким образом. Вот это, в принципе, основные настройки, которые есть в глобальных настройках программы Fusion, и которые вам, возможно, нужно будет менять, может быть, а может быть, просто хотя бы знать о них. Если интересно, постепенно вы можете разобрать сами все остальные, или же мы в наших уроках по необходимости со временем, возможно, будем разбирать некоторые из них. Настройки глобальные применяются для всех новосозданных проектов. А проекты, которые вы создаете сами, или уже, например, как сейчас мой Composition создан, они, соответственно, имеют свои настройки, которые вы также можете изменять. Смотрите, здесь часть опций соответствует тому же, что мы видели в глобальных настройках. Поэтому то, о чем мы говорили там, можно менять и здесь. Например, Frame Format. Если вам этот конкретный проект нужен в меньшем разрешении, вы можете сделать это здесь, заменив его размеры расширения, увеличив там битность цвета, не затрагивая глобальные настройки. Или, опять-таки, работа с памятью, можно понизить или увеличить потребляемость памяти. Вот таким вот образом. Или какие-то пути специфические использовать хотите, не стандартные системные, а что-то свое, конкретно для этого проекта. Это тоже можно сделать здесь. В конце, если нажмете Cancel, изменения не сохранятся и окно закроется, а Save сохранит изменения и также закроет окно. Я пока не буду их сохранять. То есть, вот таким вот образом вы можете менять стандартные системные настройки программы Fusion или же, соответственно, настройки вашего конкретного проекта. Что еще нужно сказать о проекте? Когда вы начинаете работать с проектом, давайте я для примера сейчас создам группу узлов, например, некоторые из них поставлю во взаимосвязи. Мы сегодня будем об этом более конкретно вести разговор. Что же такое? Отлично. И создаем еще несколько узлов произвольных, для того, чтобы у нас были какие-то данные, и мы могли с ними работать. Наш проект сохраняется и открывается, как обычно, через меню File. Есть опция New, создающая новый проект, Open, открывающая файл проекта, Close, закрывающая его, Save, Save Version, Save As, Save Copy As, команды по сохранению вашего проекта. Я сейчас хотел бы сохранить наш проект, чтобы показать, какие данные здесь у нас сохраняются. Открывается такое вот окошечко, это окошко программы Fusion, специфическое немножечко, где вы также можете выбрать место для сохранения данных. Я, например, выберу мою папку пользователя, и оставим это имя так и есть. Ну, единственное, может быть, давайте, чтобы оно чуть от системного отличалось, там My Composition назовем. Разрешение можно не писать, по умолчанию, вот в выпадающем меню здесь показано, что расширение будет .comp, Composition. С таким разрешением Fusion сохраняет свои проекты. Давайте сохраним этот файл. Здесь поменялось его имя. И, кстати, если теперь зайти в файл настроек, то вы увидите, что здесь также изменилось имя на имя нашего текущего проекта. Если открыть этот файл, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, вот моя директория пользователя. Здесь есть вот мой файл проекта My Composition.com. Если я его открою в текстовом редакторе, давайте запущу текстовый редактор и перетащу его в текстовый редактор. То видно, что это практически текстовый файл. То есть это не сконвертированный какой-то там специфически закодированный файл. Прошу прощения. Нажал не на ту опцию, редактировать в любом случае. Вот. Значит, смотрите, текстовый файл. Обычный текстовый файл, где прописаны команды, которые позволяют описать структуру нашей сцены. То есть каждый узел, его положение, его цвет, подключен он или не подключен, как он взаимодействует, активен он или не активен, здесь прописывается в структуре файла сцены. То есть фактически это текстовый файл с вот такими данными. Так как это файл не бинарный, то есть не закодированный, а открытый, соответственно, мы можем прямо здесь что-то менять, но, как правило, лично я не знаю структуру этой, поэтому менять ее не буду, ну и, соответственно, я вам этого делать пока не советую. Но, тем не менее, отсюда очень здорово открывается смысл сказанного. Смысл сводится к тому, что текстовый файл сохраняет информацию, этот текстовый файл с композицией сохраняет информацию только о наших узлах. То есть сюда не записываются никакие данные о внешних источниках. Например, если вы в вашей композиции используете внешние какие-то изображения, внешние видеофайлы, если вы используете какие-то прочие другие данные, все они сохранятся здесь не будут. Поэтому нужно это понимать и знать, что если вдруг вы хотите какому-то другому человеку отправить ваш файл проекта, то вам нужно к нему приложить не только ваш файл проекта, но и все данные, которые вы используете. Внешние источники, изображения, аудио, если, например, оно используется, возможно, даже шрифты, если они не являются стандартными, или, например, если я в операционной системе Linux использую шрифт, не исключено, что у вас в операционной системе Windows этого шрифта может и не быть. И, соответственно, Fusion сгенерирует ошибку. Поэтому мне нужно также приложить данные и о шрифте. То есть приложить файл шрифта в архив. Вот тогда, соответственно, другой пользователь сможет открыть эти все данные, переустановить пути на те, которые ему нужны, и, соответственно, он сможет работать с вашим проектом. То есть знайте, что в файл проекта не записываются никакие внешние данные, только лишь информация о узлах, о их положениях, о их опциях, настройках, о включении тех или иных режимов. Вот таким вот образом. Отлично. Это то, что касается структуры файла. Когда мы файл New делаем, у нас создается новый файл проекта. Видите, Fusion открывает новую закладку, и мы можем параллельно работать с огромным количеством проектов, в зависимости от возможностей оборудования вашего компьютера. Окей, Open точно так же открывает окно выбора файла. Вы можете выбрать любой из файлов проектов, который у вас есть на жестком диске, открыть его и, соответственно, получить тот или иной результат. Ну вот, в общем-то, и все, что касается сохранения. SaveVersion сохраняет файл, как файл с другой версией, дописывает к его имени определенный индекс. SaveS позволяет пересохранить, SaveCopy сохраняет как копию и дает возможность работать вам с текущим файлом, несмотря на то, что сохранилась копия, и она где-то на жестком диске лежит, как отдельный файл. В общем-то, простые манипуляции для пользователей любых других программ, поэтому не буду особо на этом останавливаться. Ну, а теперь давайте перейдем с вами к более интересной теме. Мы поговорим с вами о узлах, о создании этих узлов, какие есть способы и как их подключать во взаимосвязи. Итак, давайте я сейчас удалю те узлы, которые у меня созданы. И мы посмотрим разные способы, как мы с нуля можем создавать наши узлы. Во Fusion есть несколько способов, как мы это можем делать. Первое. Наши узлы или ноды создаются в меню Tools. Вот эти подкатегории содержат команды, которые являются непосредственно узлами. Щелкнув по любой из них, например, там Cube 3D, этот узел автоматически создается. Это первый способ создания узла. Второй способ – это наша панель инструментов. Тут находится часть команд, не все, конечно же, которые тоже могут использоваться для создания. Тут есть два способа, как создавать узел. Можно просто щелкнуть по команде, в результате создается узел, а можно щелкнуть и не отпуская, перетащить на рабочее пространство левой кнопочкой мышки. Тогда тоже создается узел. Это второй способ создания узлов. Третий способ, который я, кстати, пока рекомендую вам, как людям, которые только начинают работу с Fusion. Вот здесь вот на нашей панели инструментов есть такая вот категория, как Bins, корзины, или, соответственно, в нашем меню, кажется, файл, тоже есть категория Bins, да, вот они, или комбинация Ctrl-B. Неважно, какой способ, в любом случае эта команда открывает окно, и это окно содержит тоже наши узлы. Причем, смотрите, здесь три подкатегории. Библиотека на локальном компьютере, пока нас не интересуют, шаблоны на локальном компьютере, пока нас тоже не интересуют, хотя мы попозже к ним вернемся, и инструменты на локальном компьютере. Вот это то, что нам нужно. Открыв здесь подкатегорию, мы видим, что здесь подкатегория соответствует тому же, что у нас было в меню Tools. Но чем интересна эта опция, это тем, что здесь каждый инструмент имеет превью, такую область предпросмотра. И глянув на нее, уже можно понять приблизительно, что она делает. Также внизу пишется название этой подкатегории. Поэтому я посоветую вам ее внимательно просмотреть дома самостоятельно, каждую опцию посмотреть на миниатюры и тогда понять, что как бы каждая из них приблизительно делает. Это гораздо удобнее. Этой корзинкой BINS тоже можно пользоваться двумя способами. Инструменты, которые здесь есть, можно создавать двойным щелчком. То есть, например, если я два раза щелкаю по инструменту, раз-два, он тоже создается у меня. Вот, он создался. Это один из способов. А второй из способов тут тоже можно перетаскивать. Взять инструмент левой кнопкой мышки, не отпуская, перетащить на рабочее пространство. Тогда инструмент тоже у нас создастся. Поэтому пока рекомендую вам этот способ создания узлов. Но и способ третий, вернее четвертый. Способ четвертый, который более продвинутый и удобный, со временем пользоваться стоит им, это клавиатурная комбинация Ctrl-пробел. По комбинации Ctrl-пробел у вас открывается окошко быстрого создания инструмента. И здесь, зная полное название инструмента, или как написано в скобочках, его упрощенное название, сокращенное, вы можете быстро его создавать. Например, та же самая вот команда Color Correction, которая мы создавалась, которую мы уже создавали. Если здесь начать писать название ее, то мы в списке ее увидим. Как только она в списке выделилась, мы можем нажать клавишу Enter, и она автоматически создастся. То есть это очень быстрый способ создания инструмента. Например, вот Ctrl-пробел, BG, Enter. Хоп, у меня сразу создался узел. То есть когда вы знаете название узлов, или, скажем так, их сокращенное название, BG это команда, создающая background, фоновый узел, вы таким образом можете быстро создавать эти узлы, используя и это меню. Но вначале пользуйтесь бином, корзинкой, запоминайте здесь миниатюрки и название, а после того, как запомните название, здесь быстро по клавише Ctrl-пробел сможете создавать эти названия, создавать эти инструменты быстрым и удобным способом. Вот таким вот образом. Каждый узел, который вы создали, вы, соответственно, если не нужно, можете удалить. Для этого нужно выделить узел и нажать на клавиатуре или клавишу Delete, узел удалится, или выделив его, нажать клавишу Backspace, тоже произойдет удаление узла. Две кнопки, выполняющие одинаковое действие. Можно удалять целую группу узлов. Для этого левой кнопочкой мышки вы очерчиваете рамку, все, что в нее попадает, выделяется, и нажав Delete или Backspace, вы тоже их удаляете. Ctrl-Z или Ctrl-Y отменяет или возвращает определенные действия. Эти команды находятся в меню End, Edit. Это как бы классическая вещь для многих программ в разных операционных системах. Хорошо, мы научились создавать узлы, мы научились удалять их, если нужно. О чем еще нужно сказать? Что такое узел? Каждый узел во Fusion это фактически инструмент, или определенная команда, которая может что-то делать. Я бы во Fusion выделил узлы, разделил узлы на два типа. Первое это узлы генераторы или узлы создатели. Это те узлы, которые не имея никаких данных, что-то могут создавать. Например, в категории Beans в корзинке, здесь есть группа настроек, Creator, создающие узлы. И вот это узлы, которые не требуют никаких данных и уже что-то могут создать с нуля. Например, узел Background создает картинку, залитую цветом или градиентом. Day Sky создает картину дневного неба. Fast Noise создает такую вот хаотичную текстуру шума. Или там Text Plus оператор, который создает с нуля текстовые надписи, которые мы в будущем можем изменять. А большая часть узлов это узлы-модификаторы, которые берут какие-то значения и модифицируют их. Например, Color Corrector, узел, который благодаря изменению цвета может перестраивать входные значения и менять, например, цвет в вашем изображении. И так далее и тому подобное. То есть вот такие интересные узлы, вот такая вот категория. Узлы генератора или создателей и узлы-модификаторы. Больше, конечно, во Fusion узлов-модификаторов. В зависимости от того, какой тип у узла, у него есть входные или выходные значения. Ну, выходные есть практически у всех. Вот этот красный квадратик, который есть возле каждого узла, это выход из узла. А вот эти вот стрелочки-треугольнички, это входы в него. Как правило, на вход что-то должно подаваться. И дальше получается какой-то результат. А выход используется для того, чтобы передать значение дальше. Ну, например, давайте создадим узел Background. Я, нажав Ctrl-пробел, нажимаю BG, создаю узел Background. Здесь у меня фон. Для того, чтобы увидеть результат действия этого узла, я беру этот узел левой кнопочкой мышки и перетаскиваю его в один из вьюверов, не отпуская левую кнопку мышки. А как только отпущу левую кнопку мышки, увижу здесь результат его работы. Так как у меня узел сейчас большой, и узел, вернее, генерирует картинку большую, Full High Definition, как настройки проекта, я нажму вот тут, на панели инструмента этого окна, кнопочку Fit, которая подгонит размер картинки под размер моего окна. Таким образом, я увижу, что генерирует этот мой узел. Мы в следующий раз более подробно поговорим о этих функциях отображения. Пока же я хочу показать процесс настройки связи, чтобы вы понимали, что узел может делать. Итак, сейчас он генерирует такой вот черный цвет. Давайте изменим это. Я выделил этот узел, а, кстати, активность узла определяется его выделением. Когда он выделен, желтеньким подсвечен, значит он выделен, и значит вы увидите его параметры, и можете эти параметры менять. Я, например, в его настройках, этого узла Background, поменяю его цвет. Там на какой-нибудь такой, допустим, оранжевый. Вот мой узел создает этот цвет. Узел генератора сгенерировал цвет. А теперь я беру и создаю еще один узел. Например, через ту же самую корзинку создаю узел Color Corrector. Корректировочный узел. Вот он. И теперь я могу выход результата Background, щелкнув по нему левой кнопкой мышки, не отпуская ее, тянется вот такая линия, перетянуть на узел Color Corrector. По умолчанию он использует тот вход, у него много входов, видите. Но он использует тот вход Fusion, который ему подходит. Чтобы увидеть, как поработает Color Corrector, я теперь возьму его и перетащу его в это же окошко. То есть тут теперь я увижу результат уже не работы Background, а результат работы Color Corrector. И, например, этот узел Color Corrector, выделив, увижу его настройки, возьму, поменяю параметр Hue, цвет. То есть вот, смотрите, этот узел модифицировал значение, сделал его другим. Узел Background, еще раз, левой кнопкой мышки перетаскиваю, давал оранжевый цвет, а узел Color Corrector модифицировал это значение, например, в оранжевый цвет. То есть вот таким вот образом работают узлы между собой. Вы можете устраивать какие угодно связи. То есть эти результаты работы одного узла можно использовать многократно, подключать к разным узлам. Узлы между собой могут делаться в связи, взаимодействовать, настраиваться и получать снова новый результат. То есть в этом плане вот нодовая система очень удобна. Она дает возможность получать такой результат, который другими способами не получишь. Отлично. Когда мы научились эти связи создавать, если они не нужны, их можно и удалять. Для этого стоит навести курсор мышки вот сюда, на конец этой связи, видите, да, от этого узла. Вот она подсвечивается синим цветом. Еще окнув по ней левой кнопкой мышки, кликнув, эта связь удаляется. Еще раз. Создал, кликнул левой кнопкой мышки, связь удалилась. Также можно подключать и другие углы на узлы. Например, вот я от Background подключу результат к узлу другому. Brightness Contrast, у которого свои настройки. И он может по-своему менять значение. Color Corrector давал один результат, а Brightness Contrast дает другой результат. Вот, например, один и тот же узел использует значение из него. Выход используется двумя другими узлами. Преобразуется, меняется и дает какой-то новый результат. Если связи не нужны, их можно разрушать и удалять. Итак, это самые простые вещи, самая основа основ того, как работают узлы, что они делают. Мы сказали, что есть узлы-генераторы и модификаторы. Каждый из них генерирует или модифицирует. И вот в будущем, на этом курсе и на остальных курсах и уроках, которые мы будем изучать, мы как раз и будем говорить о том, как эти узлы работают, какие у них параметры, как использовать их в разных комбинациях, какие эффекты мы можем получать. То есть, знание Fusion фактически сводится к знанию вот этих узлов, их параметров или нод. Знание узлов или нод, знанию их параметров, как использовать эти параметры, как их настраивать в определенной связи, чтобы получать тот или иной результат. Вот в этом, в принципе, есть суть всей работы в программе Fusion. Отлично. Ну что ж, тогда давайте на этом, на сегодня мы сделаем остановку. И в следующем уроке мы с вами поговорим о дополнительных вещах. Первое. Мы посмотрим, что еще мы можем делать с узлами, какие опции отображения и видимости узлов стоят, и мы можем их использовать, как быстро переключаться между видимостью на разных узлах, какие есть индикации того, какой узел в каком вьювере отображается. Мы поговорим о том, как узел временно отключать или включать. Мы поговорим о том, как менять цвета узла и прочие другие атрибуты, которые тоже иногда бывают нужны и полезны. Мы поговорим с вами о принципах 2D композитинга. Посмотрим, как вообще выстраивается композ во Fusion. И я думаю, что если время нам позволит, то, возможно, мы даже начнем делать одну небольшую практическую работу, выполнив которую вы также в конце сможете понять, как вообще взаимодействуют узлы между собой во Fusion. Ну и выполняя эту работу, мы, конечно же, будем изучать новые узлы. Работу, скорее всего, мы разнесем на несколько уроков, потому что за один урок вряд ли мы успеем все сделать. Ну, вот такие планы у нас на последующие уроки. Поэтому я надеюсь, что эти знания вам были полезны. Попробуйте дома обязательно посоздавать узлы, посмотреть параметры, поэкспериментировать с подключением и отключением. Если у вас будут какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. На этом тогда у меня финиш. И если тем из вас, кому интересно, побыстрее разобраться с Fusion и хотели бы сами создать свои проекты, свое портфолио и использовать эти знания, например, для того, чтобы применять его в выполнении проекта удаленно на фриланс-биржах, пожалуйста, записывайтесь на курс, который сейчас проходит, курс по программе Fusion, где мы на протяжении трех месяцев работаем для того, чтобы углубить наши познания этой программы. Ну, а на этом у меня все. Теперь уже точно все. Я прощаюсь с вами и до скорой встречи в следующих уроках. Хорошего всем дня и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok